Несмотря на проводимые оперативно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику имущественных преступлений, в регионе сохраняется рост мошенничеств. По итогам пяти месяцев текущего года количество таких преступлений возросло на 30%. При этом зачастую они совершаются дистанционно. Мошенники находят множество способов обмана доверчивых граждан. Тем не менее, старые схемы до сих пор работают. В одном из выпусков новостей мы уже рассказывали о том, как за один только день жертвами дистанционного мошенничества стали шесть жителей округа. На днях на эту же схему попались еще двое. О своем горьком опыте нам рассказал один из пострадавших. Мне позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности Сибербанка. Сообщил, что с моей карты пытаются снять 34 тысячи рублей. Чтобы приостановить операцию, на мой телефон направили пароль, который мне нужно им сообщить. У меня, если честно, даже не было времени подумать. Все как-то быстро произошло. Был за рулем, ехал, торопился. За подозриву что-то произошло не так, когда списали деньги с моей карты. Обидно, конечно, что так все произошло. Виноват сам. Переть надо быть осторожнее в этом плане. К слову сказать, мошенники принимают попытки обмана не только клиентов Сибербанка, но и других банков. Например, нашей коллеге Ольге Малыгиной и злоумышленники звонили якобы из ВТБ. Буквально на днях мне позвонили из Банка ВТБ, причем из головного офиса, высветился московский номер. Девушка представилась сотрудницей головного офиса Банка ВТБ и сказала, что некий Дмитрий Сахаров снимает с моего счета 64 тысячи рублей. То есть, посмотрите, каким образом они действуют. Они называют конкретную фамилию, они называют конкретную сумму. Не 100 тысяч, не 10 тысяч, а именно 64. Естественно, люди, не встречавшись с такими уловками мошенников, начинают на это реагировать. Но я все-таки заподозривала, что это мошенничество. Открыто сказала звонившей, что я подозреваю, что это мошенничество. Прекратила разговор, выписала номер, с которого мне позвонили. Нашла в интернете многоканальный номер Банка ВТБ, позвонила, объяснила ситуацию. Мне сразу проверили мой счет, сказали, что никаких попыток не было, что это действительно мошенничество. Связали меня с службой безопасности ВТБ. Я сказала номер, с которого мне звонили. Мне там объяснили, что на этот номер позвонить можно, но с него сделать вызов исходящий нельзя. И сказали, что предпримут попытки. Но я так поняла, что этот номер заблокировали, поскольку в следующий раз, когда мне позвонили с него, и вот на телефоне у меня уже высветилось предупреждение, что это подозрение на спам. Поэтому я рекомендую всем жителям Наринмара, если есть хоть малейшее подозрение на мошенничество, то не реагировать на предложения из банков. Как говорят сотрудники уголовного розыска, чаще всего звонки совершаются с московских номеров, которые начинаются с кода 495, что, возможно, избивает абонентов с толку. Люди верят, что им действительно звонят из головного офиса банка. При этом сотрудники полиции утверждают, во всех восьми случаях телефонных мошенничеств, которые были зарегистрированы за последние дни, звонки поступали с мобильных телефонов, а не стационарных. Несмотря на проводимые неоднократно уже оперативно-профилактические мероприятия «Мошенник», тем не менее у нас имеются факты случая преступных посягательств и просьба гражданам, жителям округа быть бдительнее и внимательнее. И предупредить, что представители банков никогда не спрашивают реквизитов, карт, счетов и тем более уж паролей. Если вам позвонили якобы из банка, то незамедлительно прекратите разговор и перезвоните по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей банковской карты, для проверки информации.